Сына и Святаго Духа, Аминь. Истворение святителя Анна Златоустого. Слово к верующему отцу. Слово второе. Старца Илию в других отношениях знаменитого, он, Бог, наказал за одно только нерадение от детях. А патриарх Авраама наградил за его попечительность не менее, как и за другие добродетели. Сказав о многих и великих дарах, которые обещал дать ему, и приводя причину, Бог указал на эту его добродетель. Ибо я избрал его Авраама для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Бытие 18.19. Это сказано, но и теперь для того, чтобы мы знали, что Бог не будет снисходительно переносить нерадение от тех, о которых Сам Он столько печется. Ибо невозможно, чтобы один и тот же Бог и столько сделал, делал Сам для спасения детей и оставлял без внимания нерадение от них со стороны родителей. Так Он не оставит этого без внимания, но будет сильно негодовать и гневаться, как и оказалось на самом деле. Посему и блаженный Павел, настоятельно убеждая, говорит, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Ефесянам 6.4. Если мы имеем повеление неусыпно заботиться о душах их, как обязаны дать отчет, тем более отец, который родил сына, воспитал и постоянно живет с ним. Как не может Он прибегать к извинению и оправданию в своих собственных грехах, так точно и в проступках детей. И это также ясно выразил блаженный Павел. Заповедуя, каковыми должны быть принимающие начальство над другими, Он вместе со всеми другими, необходимыми для них качествами, требует и попечительности о детях. Так что нет нам извинения, когда дети у нас развратны. 1 Тимофея 3.4.5. Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись от Церкви Божией. И совершенно справедливо. Потому что если бы порочность в людях была от природы, то иной имел бы право прибегать к извинению. Но так как мы бываем и худы, и хороши по свободной воле, то какое благовидное оправдание может представить допустивший до развращения и порочности сына, любимого, любимого им больше всего? То ли, что не хотел сделать его честным, но ни один отец не скажет этого, потому что сама природа настоятельно и непрерывно побуждает его к тому. Или то, что не мог, но и этого нельзя сказать, потому что многое, и то, что он взял сына на свое попечение еще в нежном возрасте, и то, что ему первому и одному только вручена власть над ним, и то, что он постоянно имел его при себе, делает для него воспитание сына легким и очень удобным. Таким образом, развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной привязанности родителей к житейскому. Обращая внимание только на это одно, и ничего не желая считать выше этого, они, необходимо уже, не родят о детях с их душою. О таких отцах я сказал бы, и никто пусть не приписывает этих слов гневу, что они хуже даже где-то убийц. Те отделяют тело от души, а эти то и другую вместе вергают в огонь гиенский. Той смерти подвергнутся неизбежно, по естественной необходимости. А этой можно было бы и избежать, если бы не довела до нее беспечность отцов. Притом, смерть телесную сможет уничтожить воскресенье, как скоро наступит оно, а погибели души ничто уже не вознаградит. За нею следует уже не спасение, а необходимость вечно страдать. Следовательно, мы не несправедливо сказали бы, что такие отцы хуже где-то убийц. Не так жестоко изострить меч, взять его в правую руку и возить в самое горло сына, как погубить и развратить душу, потому что ничего равного ей нет у нас. Аминь. Том 1, книга 1, страница 83. Святитель Иоанна Затауста.